SCP-044 – пушка молекулярного расщепления времён ВОВ. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. Из дула SCP-044 постоянно исходит поток ионов водорода, несвязанных атомов кислорода и незначительная примесь свободных радикалов. По этой причине место стоянки SCP-044 следует постоянно проветривать, чтобы избежать накопления вредных газов и повышенной влажности. На дула должны быть постоянно надеты закрывающие насадки, чтобы птицы и маленькие звери не исследовали просторный ствол SCP-044. Примечание от даты засекречена. Поскольку с объектом за последние засекреченные лет, которые он находится на содержании фонда, не произошло никаких серьёзных инцидентов, он был реклассифицирован как безопасный. Так ли мне надо давать определение серьёзных инцидентов? Если следовать условиям содержания и соблюдать стандартные протоколы безопасности, 44-й не опаснее любой другой пушки, тиро засекречено. Нет, инцидент с медведем не считается. Опять тиро засекречено. На изображении выстрел из SCP-044 в ходе эксперимента. Обшот Кноут Форд Грейбл. Описание SCP-044. Огромная гаубица. Тайна, созданная инженерами компании Круп. Ближе к концу Второй мировой войны. Производство было под личным контролем Альберта Шпира, рейхсминистра вооружений и военной промышленности Гитлеровской Германии. SCP-044 уникальна не только своей массой, 251 тонна, но и тем, что стреляет нестандартными зарядами. Метод выстрела по цели тоже нетипичен. Казенная часть отсутствует. Вместо нее установлена гигантская камера для сжатия воздуха. Любой объект или несколько, которые нужно выстрелить из гаубицы, нужно зарядить в нее через дуло. Из-за своего размера гаубица может стрелять только с рельсов и передвигаться с помощью двух промышленных локомотивов. Исследователи выдвинули версию, что SCP-044 ослабляет связь с молекулами и атомами любого материала, заряженного в нее через дуло. Метод воздействия SCP-044 на молекулярные связи при этом остается неизвестным. В основном из-за множества сложных механизмов, располагающихся в лафете и корпусе SCP-044. В сущности многие механизмы не имеют очевидной функции, а только крутятся и издают шум. Причем даже когда SCP-044 не подключена к источнику питания. Исследование ствола SCP-044 проводило к потере персонала и оборудования. При выстреле из SCP-044 вся материя, находящаяся в стволе, вылетает на высокой скорости в форме светящегося красного снаряда, размеры которого прямо пропорциональны объему загруженного в ствол материала. При ударе о твердое препятствие или землю снаряд взрывается с силой пропорциональной массе исходного заряда и коэффициентом перевода массы в энергию не меньше засекречено процентов. Также сила взрыва тем сильнее, чем больше времени загруженный материал провел в стволе. Наибольшая сила взрыва была достигнута, когда собственный дизельный пикап массой 8900 кг администратора целиком погрузили в ствол SCP-044 и выстрелили. Результат эксперимента виден на приложенной иллюстрации. Продолжение следует... Продолжение следует...